Продолжение следует... Нет, конечно, там 5,5 дюймов экран, там новый супер мощный процессор, новая классная камера с оптической стабилизацией, это всё, конечно, очень круто, но 47 тысяч рублей, ребята. Я, честно, фанат Apple, я появляюсь им с 2007 года, но даже я уже перешёл, как известно, на Nexus 5, потому что я устал уже, но 47 тысяч за телефон, это реально перебор, учитывая, что тот же Nexus обошёлся мне в 16. Ну и та же Apple представила Apple Watch, что тоже вы, скорее всего, знаете. Поэтому мои впечатления, скажу. Мои впечатления такие, что мне кажется, им стоило сделать это в прошлом году, потому что вот тогда часы, смарт-часы были в диковинку, а сейчас, честно говоря, их на рынке уже как грязи. Да, конечно, это часы от Apple, да, конечно, они не будут тормозить, они не будут глючить, они будут отлично работать, но они уже не являются каким-то супер новым продуктом. А тем временем Dell не собирается сдаваться и представил свою новую разработку – Dell Venue 8 7000. Он оснащён дисплеем 8,4 дюйма, и самое интересное, что его толщина составляет всего 6 миллиметров, это самый тонкий в мире планшет, ну, если, конечно, они начнут его продавать, что, скорее всего, произойдёт к концу года. Эти и другие новости на нашем сайте www.noticru.com. Производительности под Гаммелы, ну, GTX 850 все-таки может быть побольше, но как бы грех жаловаться на сам... Ну, на самом деле, вот сюда нужна 860 карта, и он будет в ОМАШ. Почему 850? Что в нём? Что в 550-м, я не понимаю.